Вы на канале Мир Людей, всем привет! Перед просмотром видео не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на нашем канале. Татьяна Кравченко свое звание народной актрисы получила абсолютно заслуженно, ведь ее очень любят зрители. На сцене театра она уже много лет, плюс периодически снимается в фильмах и сериалах. На данный момент за ее плечами много ролей, но миллионам зрителей роль Валентины в сватах полюбилась особенно. Справедливости ради стоит сказать, что у Татьяны все роли были яркие и запоминающиеся, несмотря на периодические небольшие застои в карьере. Татьяна всегда была красавицей, буквально купающейся во внимание мужчин. Ее первая влюбленность была настолько сильной, что спустя годы после расставания с симпатичным юношей она предприняла попытку разыскать его с помощью передачи «Жди меня». Результат, к сожалению, был отрицательным. Когда актриса начала играть с Абдуловым на одной сцене, она поняла, что испытывает к нему чувства, но он не ответил ей взаимностью. Справедливости ради стоит сказать, что в то время каждая вторая женщина была влюблена в этого актера. Поэтому для Татьяны было счастьем быть для него хотя бы партнером по сцене. Первым мужем актрисы стал художник, постановщик студии МХАТ Владимир Лавинский. Брак был расторгнут спустя два года. Детей в семье так и не появилось. Второй брак продлился дольше, целых 6 лет. Однако по-настоящему счастлива Татьяна с мужем Дмитрием Горбачевским не была. В какой-то момент она просто не смогла больше терпеть постоянные скандалы с супругом, сопровождающиеся побоями. После развода она на какое-то время увлеклась алкоголем, но достаточно быстро бросила эту пагубную привычку и полностью погрузилась в работу. Союз с Дмитрием подарил ей в 1986 году прекрасную дочь Анну. В дальнейшем спутника жизни Татьяна больше не искала, она перестала верить мужчинам и всю свою любовь и внимание отдала дочери. Сейчас Анна успешный модельер, живет и работает в Москве. Несмотря на то, что бабушка очень хочет внуков, девушка с этим вопросом не торопится. Похоже Анна на Татьяну, как считаете? Напишите в комментариях.